еще раз здравствуйте у нас в студии значит гость ректор государственного университета я хочу сразу вопрос который волнует допустили ли у вас государственный тайник допустили достаточно давно уже да то есть вы знаете государственную тайну не знаю знаете я имею допуск да то есть если вы захотите вы можете узнать то что относится к университета несомненно только в этой области в узкой они вообще может и очень сложные вопросы теоретически задает не знаю то есть вы не знаете нужно вам государственная тайна или нет она вообще есть нет но я не знаю если государство или это тайна но то что относится к университета вы знаете что мы переняли студентов академии полиции там у них есть некие программы где есть информация для доступа не для всех и поэтому ректор должен иметь тост а именно вот после этого должны были допустить государственной тайны все это было связано с при форме полицейской академии академии по сама академия все уже ликвидирована об этом повелось бы сообщение что большая часть студентов ликвидированной процесс к академике продолжили обучение вашем университете не смогли закончить учебу из-за списывания и плагиата раздала на какой мы было такое дело на это наше будущее защитники бы искать полицейские нет я думаю что вообще-то вопрос плагиата нас достаточно серьезный вопрос вообще вообще системе высшего образования ну и тут был некий пример где он как бы очередной раз выявился а вы говорите что он вот серьезный этот вопрос а он насколько серьезен в латвии я думаю что он достаточно серьезно латвийский университет очень давно уже все студенческие работы по крайней мере те которые квалификационная работа для окончания университета пропускает через некую электронную систему которая сравнивает эти работы с очень широкой базе базой данных ну и не всех привыкли к этому и я думаю что вот результат с академии полиции был именно это касается не только студентов но и преподаватель у нас одинаковое отношение как студентам так и к профессорам преподавателям а часто такие вообще случаи вскрываются вы думаете с студентами и то и то со студентами наверно чаще со студентами чаще я думаю что как бы уже студенты в камере в латвийском университете привыкли что такие дела не пройдут но тем не менее встречаются еще такие вопросы самая большая проблема я думаю что для нашего для нашего вуза несомненно это то что в законодательстве четко не определено что такое плагиат если дело доходит из выходит из академической дискуссии на юридическую то там ситуация иногда бывает очень сложные как бы странные почему не определено что такое плагиат потому что ни один закон не говорит что такое плагиат латвийский университет года три назад обратился в наше министерство с просьбой чтобы они пришли с инициативой законодательства чтобы законе это был один раз и навсегда определено министерство ответила нам что они не видят в этом особого необходимость и в результате закон четко не определяет что такое плагиат а как вы тогда там столько-то процентов заимствами будет читаться плагиатом а столько-то будет читаться цитированием как то так да как вы тогда подходите к этому вопросу индивидуально как то мы как я говорю сравниваем просто тексты если в тексте достаточно большие куски совпадают с неким другим текстами нет ссылки на этот текст то значит это не правильно использование литературы и в более таком радикальной ситуации это плагиат ну то есть вуз получается все равно это делает ну так на глазок грубо говоря нет но факультетах есть некие там дефиниции что такое плагиат скажем всем повторяющихся слов они одно в одно без цитаты без ссылки на первоисточник может считаться плагиатом но тем не менее на самом деле но ситуации могут быть достаточно сложные поэтому на самом деле это очень часто бывает оценка экспертов а там где оценка экспертов там для юриспруденции возникают сложности то есть надо собирать экспертную по сколько мы знаем если даже мы говорим о законе то сколько юристов столько разных интерпретаций закона если уж и эксперты то ситуация очень сложная а какого судьба преподавателя которого студенты уличили в том что тонны спасается фитофилософского труда он подал в суд чтобы освободить его от работы опять же это юридические нюансы то есть нормальная реакция была бы ну что выявлено грубое нарушение просто освобождаем от работы оказывается это не так просто по законодательству если это выявлено это можно сделать в течение месяца с момента выявления тут все в порядке но не больше чем шесть месяцев с времени когда-то произошло после да а тут время прошло больше чем шесть месяцев с того момента когда эта работа в которой есть признаки плагиата была издана в результате мы можем делать это только через суд а тут уже вступать юриспруденции посмотрим как это будет развиваться дело такое это может быть надолго и преподаватель он отстранен или преподаватели в без алгосат валина неоплачиваемом отпуске и все это время пока будет идти суд он будет неоплачиваем сейчас он взял то этот отпуск на год надеюсь что за год это решится хотя как вы сами сказали с судом до суда на слое что на годы растянуться 27 июля закончился прием заявок от желающих поступить в вузы да и вы насколько мы знаем набрали 9000 заявок почти до это больше чем тут опять же сложная система так как у нас в этом году электронная система как можно изъявить желание можно подавать через интернет и в результате немножко другая ситуация учета если общее количество заявок то на самом деле даже не 9000 в этом году в латвийском инвестиции 26 тысяч в прошлом году было 16 тысяч но опять же это звучит очень хорошо но так как там немножко разная система учета посмотрим как закончится регистрация то есть заявка это только изъявление что он хочет учиться потом когда мы говорим что он выдержал конкурс он должен прийти уже как бы зарегистрироваться студентом этот процесс сейчас происходит это те кто допадал по электроны нет это общее количество это кто пришел все равно сначала при торт тоже потом еще должен прийти тот который подал электронно тоже хотя бы один раз должен прийти в вуз потому что в латвии нет четкой системы аутентификации то есть он должен показаться и что это он и что он действительно сам подала они какой-то друг за него там ну а вот скажите а почему так выросло число это вот какие-то технические особенности регистрации или или что у меня есть технические особенности потому что там есть то что называется приоритет и 26 тысяч это не количество людей а количество заявок в прошлом году если было скажем человек хотел первый приоритет на юриспруденцию скажем госфинансируемый второй приоритет платная в прошлом году считался один то есть в этом году госфинансированное место и платное место это как бы два приоритета а почему так и придумали министерство образования не те которые делали эту систему на самом деле в этом есть некий некая логика но немножко долгий технический рассказ может быть что кто-то хочет скажем первый приоритет его бюджетное место юриспруденция второй приоритет бюджетное место не знаю физмат а третий уже бюджет платное место юриспруденции такой может быть и тогда это более точно характеризует что студенты будущий студент действительно хочет но вы уже посчитали вот на какие самые популярные программы ну в общем они все те же самые это коммуникация то есть ваша как бы специальность все хотят болтать языком это экономика это все еще технологии информации и так далее то есть юриспруденция конечно то есть такой уклон больше в гуманитарную социальную сферу ну а говорят же что уже рынок давным-давно перенасыщен этими специалистами вот если у них будущее на самом деле это ситуация очень интересная потому что по статистике только что юнеско делал анализ многих европейских и не европейских стран как распределяется студенты по отраслям и оказывается в латвии с больше 50 процентов студентов в социальных науках занимает с большим отрывом первое место во всей этой статистике которую делаю у нас выиграет европы это северная америка и так далее но тем не менее как мы видим конкурсы там самые большие это значит что очевидно в обществе есть желание эти науки дипломы в специальность этих специальных цех получать мне кажется что это очевидно большой комплекс вопросов как общество требует что общество требует на что ориентирует семья на что ориентирует школой конечно какой есть предложение от вузов но от вузов понятно в этой ситуации если такой большой спрос то будет предложение